Подводим итоги матча. Деспирал из Крысиной Нора. Победа Крыс со счетом 2-1. Первая в этом сезоне. Клим Чигаров, Николай Мазипин. Чего? Первая. Вторая. Вру. Вру. Но первая после 5 поражений. Ну давай, делись первыми эмоциями. Очень хорошая игра. Я очень был удивлен, потому что, я предполагаю, ты, наверное, специально хотел нас немножечко потопить. После прошлого интервью ты специально поставил Деспирадос, команда, которая идет в топах этого дивизиона. И у нас дисквалификация Бравчука. У меня были большущие просто раздумья в голове, что делать. Поставили Женю Лазарева, и он сыграл просто восхитительно сегодня. И, на удивление, мы обычно вторые таймы проваливаем. А в этом случае мы провалили последние 5-7 минут. А до этого мы, в принципе, второй тайм переиграли. Ну и забили два гола. Вот пропустили. Нервная концовка. Очень сильно рад. Как я говорил, кризиса никакого нет. И вот сегодняшняя игра доказательство тому, что мы без нашего ключевого игрока. Но в то же время Наст подъехал. Стоячий, с грыжей, с левой ногой. Но его уровень виден. И он, конечно же, тоже нам очень сегодня помог. Гол забил. Мяч придерживал. Я очень рад. Потому что мы с тобой как раз говорили, когда же прорвет. И вот на каркале прорвало красиво на руку. Это прорывом не назвать. Потому что мы не знаем, какая будет следующая игра. И мы не 10 мячей забили. Мы играли. Если ты смотрел игры, мы играли все игры точно так же. Боролись, бились. Какие-то моменты были. И не залетало. Вот сегодня было у нас 2 или 3 штанги. Я думаю, опять... Ну, это сейчас, если нам забьют на 55-й, я бы даже не удивился. Честно, я сидел бы грустный здесь. Опять бы пытался отвечать на твои вопросы. И все. А сегодня немножко нам удача улыбнулась. И залетело. И то, что должно было залететь, залетело. И то, что не должно было. Поэтому нам немножечко подвезло. Потому что при счете 0-0 там били, грубо говоря, в пустые, в перекладину попало. Слава богу. Потому что если мы пропустили, я думаю, вряд ли мы бы отыгрались. Николай, но я приношу извинения. Дисперадостно, наверное, я сглазил. В прошлый раз в интервью обсуждали с Красивым Нарой. Прорвет, не прорвет. Давай вообще по игре этой и по результатам. В принципе, все было достойно. Минимальное поражение от Волны. Минимальное поражение от Юпитера. Все остальные победы. Сегодня с Красивым Нарой. Серия из пяти поражений подряд. Это как-то чуть-чуть, может быть, расслабило, не расслабило. Давай по игре. Какие-то? Нет, мы не расслаблялись. Знали, команда неплохая. Хотя и, так скажем, новичок дивизиона. Но и подбор, каков у них неплохой, знали. Но хоть не думали, что они немножко опустятся ниже центра. Мы немножко не умеем играть в созидательный футбол с командами, которые, грубо говоря, дают нам мяч. И нам приходилось вскрывать, что у нас не очень получилось в этой игре. А ребята очень хорошо воспользовались своими моментами. Забили свои контратаки на контратаках мячи. И, мне кажется, заслуженно победили. Потому что мы сегодня, как-то сегодня, печально говорить, но действительно как-то у наших лидеров не пошла игра. И не летела. Ну и кадровые проблемы, они тоже сегодня сказались. Да, я хотел, конечно, по кадровым проблемам. Обращаю внимание, что последние игры, там, ну, две-три замены. Я привык, что Деспирадос. Это два состава, да, длинная скамейка. Это какое-то умышленное действие, да, что вы вызываете? Или действительно очень много травм? Да, вот сегодня хочу немножко не похвали... Ну, сказать руководителю Красивой Нары, то, что ребята сегодня в первом тайме выбили нашего одного полузащитника. Зоря у нас постоянно игры приезжает с коленом не готовым. Ему вошло. То бишь у нас и так было сегодня в центре немного народа. Плюс в первом тайме уже два минуса в центре поля. Не подъехал, заболел сегодня Ваня, наш один уже из, так скажем, новых лидеров, который создает в центре поля ту связь, в центре поля нападения. Ну, и, собственно говоря, у всех остальных не очень пошла сегодня дальше игра. Клим, расскажи, какая вообще была установка? Ты анализировал Деспирадос, как планировал против них играть, от себя, от них? Что получилось, что нет? В первую очередь хочу сказать на прошлую реплику оппонента. Я благодарен, спасибо за меня восхваление и все в этом роде, но я никого, то есть то, что кого-то сломали, это очень плохо, и я не был вообще такого, чтобы кого-то там сломать и грубо. Кто кричал с бровки, ломай, ломай. Я говорил фалить. Я ненавижу, когда, блядь, они боятся фалить. Это просто идет атака. Вот когда вот в перекладину попали, я ору Илье, блядь, оглохший, ну с фалиты, пожалуйста, ну хоть раз, да, желтая карточка, да, остановка игры. Ну не было, а там в пустые бы нам забили, и он бы опять сказал, я не смог, нет. Он говорит, я не могу по человеку попасть. Но он по человеку не может попасть. Грубости, я против этого. Вот хочу отметить момент. Реф, я с ним, в принципе, нормально, я его вижу здесь три-астретий, он такой, немного иногда потерянный, но у меня лично, мне просто некоторые не нравятся намного больше. Момент, я думаю, у соперников очень много вопросов. Крефу это я предполагаю, потому что в конце мы подтягивали, он все это так, в принципе, давал, только желтую дал вратарю за затяжку. Когда чел прыгает, вот так вот, косой, причем он прямой вот так вот прыгнул в колено, если бы сейчас он кресты порвал, орел, это что было бы? Нет, я и вышел, и плюс они вышли два в одного, он желтую показывает. Это же вообще, ну это хорошо, я говорю, а если бы он сейчас кресты порвал, тогда ты красная за то, что тяжелая травма, я не знаю, стоит, ну такого не должно быть, так нельзя, то есть мы сюда приезжаем раз в неделю, любительский футбол в любом случае, так нельзя фалить, это вот прям грязь, вот такого не должно быть. В чем еще раз вопрос был? План на игру? Никакого плана на игру у нас не было, у меня сегодня были большие кадровые проблемы, потому что очень многие не смогли приехать, Виталик у нас на дисквалификации, я очень опасался на самом деле, что будет разгромный счет, мы проиграем, но по итогу получилось, как получилось, также отвечу, мы сами не умеем играть первым номером, ну мы не умеем, у нас нет тренировок, у нас хорошие индивидуальные исполнители, но мы не умеем играть, вот как-то вскрывать, мы да, отдаем мячик, сами подсаживаемся и ждем, ну и плюс, а потом на контрах бегущие, бежим, бьем, бежим, бьем, в принципе у нас такой футбол, но какой-то тактической задумки у нас нет, мы не тренируемся, у нас нет тренера, мы просто вот собираемся поиграть на выходных. Ну не обидно, результаты хорошие, вот Боровчук пропустил, но карточки-то половину насобирал за разговоры, апелляции. Кто? Боровчук? Боровчук. Ну а что я могу поделать? Ну человек такой, он душой играет, он любит разговаривать, может и подкосить кого-нибудь, когда вскипит, за разговоры, ну что я могу, я бы очень был расстроен, я даже, я думал тебе написать, давай типа ему дискфу когда-нибудь на потом, а сейчас он сыграет, но я думал, надеялся в пятницу еще, ты это не высветишь, то что ты КДК, и все, все равно, я знаю, ты это специально сделал, вот ты специально это сделал, сто процентов. Ну видишь, видимо, то, что оргкомитет против красивой нары только мотивирует. Ребята, по последнему вопросу, и будем закругляться, на следующей неделе открывается дозаявочное окно, Николай, есть какие-то кандидаты на усиление, ну с учетом того, что много травмированных. Мы ждем восстановления наших ребят, Дисперадос не будет никем усиляться, у нас собранный коллектив, сплоченный, и пока никем не будем усиляться. И скажу еще одно, по поводу Зайца, вот этого фола в конце, он никогда не играет в ноги, даже вот когда там была, тоже была другая игра, уже все орали, с Невским мы играли, даже на фото было видно, человек катится на санках, да, в двумя ногами вперед, но катится параллельно своей штрафной, он катится как бы, чтобы игрок дальше не продолжил движая, а не в ноги. Зайцев не играет грубо, я играю грубо, Зайцев не играет никогда грубо, ну вот это вот, что касаемо, что не было никакой там плохой репутации у этого человека. — Ты красный бутал? — Нет, нет, нет. — Игрок у вас появился недавно, ты на него делал большие надежды, прошедшую школу Зенита, был на одной игре, куда пропал, где? — Вот сегодня, вчера звонил, приболел, у него была в субботу игра, видимо там, не знаю, приболел опять молодой, ему нечто-то, может, малого, конечно. — Аману Дашкина сегодня видел вокруг поля, гулял, неужели присматривался к Дисперадос? — Рома мне даже мяч молодец подал, говорю, о, Рома, спасибо за мяч, слушай, вот не знаю, может, обхаживает там, о себе может быть там что-то, привет парня, я здесь ли что, на всякий случай. — А Клим, какие-то есть кандидаты на усиление или в принципе все хорошо? — Ну, всегда, я не могу ответить, что все хорошо, то есть всегда хочется лучше, но кандидатов на усиление нету, потому что мы играем своими пацанами, все знакомые, то есть вот так, чтобы откуда-то левого выцепить, и там, мы играем за свои деньги, мы ничего никому не можем предложить, и играем все своими знакомыми, друзьями, коллективом, из тех, кого я знаю, кого бы мы могли подписать, не знаю. — Последний вопрос, раз у меня хороший инструмент, разговорчивый, Александр Филимонов, супер трансфер, очень качественный футболист, почему так редко видим? — Не знаю, сегодня он ночью написал этот друг Пиндея, и он сказал, что спина болит или что-то такое, Миша зуб вчера вырвал, кто-то что-то одно, второе, третье, вот нас с грыжей, приехал впервые за пять игр, получается. Филимонов сильный, хороший, но самое главное, я сам его лично не знал, он приехал, я там фотки в инстаграме смотрел, думаю, паридосе парень, он выходит, а он же минщик, и у него мяч просто на пять метров, он все принять его пытается, а у него мяч пять метров, четыре, он только через сорок минут привык к пятерке, а он с ним вообще не играет, поэтому это вот подписание знакомой нашего друга. Ну вот, если такие еще будут, конечно, варики подпишем, но сейчас никого в голове не держу. — Спасибо, ребята. — Спасибо. — Спасибо.